Итак, дорогие друзья, обещал наглядно показать, как мы укрываем натяжной потолок. То есть, что мы используем, какой скотч, некоторые нюансы, моменты. Но сразу скажу, мы используем деликатный скотч, который не оставляет следов. Вот, то есть, выглядит он таким образом, либо розовый Тесса, либо еще есть фолзен, такой фиолетовый. Вот, даже говорят, фиолетовый лучше, но разницы пока я не вижу сильно. Вот, но мы сейчас даже на фиолетовый перешли. Вот, что мы делаем? То есть, еще используем скотч-ленту. Для тех, кто не знает, вот так вот она выглядит, разный метраж у нее. То есть, на конце вот такой скотч и разматывается, то есть, там до 2,70, там разные размеры, 50 сантиметров, метр, то есть, полтора, какой нужен. Соответственно, вот здесь даже видно, мы клеим такими полосками. Вот, например, отсюда клеишь сюда. Не советую слишком длинной полосой клеить метраж, потому что пленка имеет свойство прогибаться. Нужна какая-то фиксация. Вот мы доклеили, зафиксировали ее, потом следом клеим дальше. Вот, давайте теперь покажу. То есть, еще мы используем вот такие вот подошечки. Вот, нам подсказали наши подписчики. Вот, писали в комментариях. Вот, для чего это делается. Для того, что когда ты красишь, чтобы пленка не провисалась, и потом вот эта шелуха на пленке от краски не повреждала здесь ничего. Вот, то есть, не приклеивалась к свежей краске. Вот. Эти картонки можно потом извлекать. Вот, можно переворачивать другой стороны. Вот, поэтому это очень удобно. Вот, и мы сразу видим. Это первое. Второе. Дополнительно идет защита периметра. Потому что у нас был один случай, я показывал уже в предыдущем видео, когда у нас на периметре пленка лопнула, и краска попала на натяжной потолок. Пришлось оттирать. Поэтому сейчас везде по периметру прокладываем вот такие картонки. Вот. И когда мы не прокладывали картонки, край получался такой безобразный, когда вот так вот красишь. То есть, вот такой вот он весь рябой, когда пленку отрываешь, приходилось в торец чуть-чуть проходить наждачкой. Убирать вот эти потеки. Вот, в случае с картонкой потеков таких не будет. То есть, мы можем даже покрасить, сразу убрать. Вот. И получается такой готовый вариант. Вот. Вот такой небольшой ролик. Вот, не забываем, когда мы проклеиваем скотчем, то есть, чуть-чуть подальше туда. Так как потолок отгибается, то есть, мы когда клеим. Вот. Но, в случае, если мы будем картонку подкладывать, это не так принципиально. За счет того, что у нас перекрывается это все картоном. Вот. В принципе, все, что хотел показать. А то меня спрашивают, у меня никак руки не доходят. Немного вот это все поясните. Вот, обязательно делаем перехлест. Особенно в тех местах, где мы будем красить. То есть, чтобы хороший был перехлест, чтобы не было встык пленка. Вот. И желательно еще проклеить вот этот шов. Вот, где, например, перехлест идет. Вот этот небольшой участок проклеить стык. Чтобы, мало ли что, будет какая-нибудь задувать поток воздуха. Но поток краски, чтобы туда не залетело. То есть, вот по периметрам, где мы красим, такие небольшие участки пройти. Вот и все. Какие-то вопросы остались, пишите в комментариях. А на этом все. До новых встреч. До новых встреч.